на портал x get поступил вопрос благодать состоянии когда нет страстей эмоций и чувств или что-то другое конечно что другое вот вот это определение благодать который здесь дано вот этом вопросе скорее относится какой-то буддистской нерване к тому же все личности нет ничего нету вообще полное небытие но это найти больше похоже на смерть это не только чему стремятся христиане чем правил христос вот мы у нас есть евангелие где описан сочетно подробно человек без греха христос что христос был и бог и человек одновременно до природы в одном лице так вот христос имел эмоции имел чувства но не мир греха чувства нам даны как людям изначально претворение вопрос какие-то чувства если это чувство направлено на добро добрые чувства то это хорошо это то что было и у самого христа если чувство это направлено зло злые чувства это плохо это точнее то что чем выражается грех как он проявляется в человеке в том числе и чувства поэтому благодать это энергия бога это энергия бога энергии божества был такой свидетель палома григорий палома который даже царучение а это благодати сформулировал его обсуждали соборы но вытверждено в коем счете это энергия бога богать не бог но энергия бога вот так такое очень интересная так сказать формулировка и отказ благодать бог может дать нам и мы можем почувствовать это что-то особое описать это невозможно потому что хоть это не сам бог но это все равно божественная энергия его энергия и как раз через эти энергии бог через благодать бог проявляется в нашем мире и прежде всего в нас наших сердцах и и прежде всего явление благодати божией это любовь любовь при том не так которые мы иногда то что называем подлево под любовью нет это некая абсолютно любовь абсолютно любовь когда ты любишь бога все его творение добрых и злых я абсолютно доверяю к богу и отсюда абсолютное отсутствие страха ведь мы не боимся тех кого мы любим мы им доверяем если все начинается распад любовный такой любви между людьми чувство недоверия как это было и с богом к при падении падение адам и евы а вот мы люди любим и хотя по ним и понимаем что они может быть но с грехами это видим но мы все равно их любим и поэтому мы не боимся мы их не дает не боимся взять какое-то состояние души это станет души святых конечно только раз и святы благодатью божией как вниз прийти у нас есть евангелие опять же там западе божией к западе божией о любви к людям любви даже к врагам если мы боремся страстьями страстьями похотьми которые нам мешают почувствовать божию через западе божией через покаяние когда мы не можем исполнить западе божьем это чувство наша совесть собственно нам это об этом свидетельствует тогда господь нам дает как раз благодать божия именно благодать божия уничтожает нас грехи пока благодать божия не придет мы можем силы воли и таким и творение божия воздерживать какое-то время от греха если он у нас есть но искоренить его этот грех чтобы просто не было вообще чтобы нам чушь так же вот как могут связать допустим алкоголизм вот чтобы благодать боже излечила человека чтобы вообще излечился окончательно чтобы он был такой же как как будто никогда в рот не брал ничего спиртного вот для этого нужна благодать божия она полностью изглаживает грех из человека она полностью преображает человека нельзя срывать не с каким психологией психиатрии там ни с чем то только смягчение в лучшем случае греховных проявлений а вот чтобы человек переродился внутренне для этого как раз нужна благодать божия поэтому очень важно молиться богу очень важно бороться с грехом именно через покаяние через покаяние перед богом потому что бог не даст благодати не будет пока я не будет разрешение от греха не будет преображения нашей чешской природы поэтому для нас это крайне необходимо у нас есть великий святой преподобный серфин сорос который тоже по первых сам имел благодати божия и он из тоже сформулирую учение о том что цель чешской жизни это стяжание благодати божией это наша цель нашей жизни для нас это более неосуще необходимо чем все остальное то что это единственно что уйдет с нами и вечность то есть уйдет вечность наша личность осененная преображенная благодати божией и любящие бога и все вытворение вот цель нашей жизни это это очень важно поэтому для этого мы ходим храм для того ходим на исповедь для этого мы приобщаемся святых христовых тайн чтобы приобщившись богу через благодать божию мы спасли свою душу стяжали такую абсолютную божественную любовь которая и только и проявляется еще раз это делаю акцент через Kids стяжа благодать божию так раз через Благодать Божию через это и проявляется. Поэтому, не стяжав Благодать Божию, мы любви настоящей никогда не узнаем. Нам может только казаться, когда мы будем бреваемыми теми страстями, там, брудной страстью или какой-то иной, что вот это любовь. Как у многих людей, кстати, так и бывает. Но чтобы человек почувствовал настоящую любовь Божию, он должен стяжать Благодать Божию. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Продолжение следует...